Добрый день дорогие друзья, это Прима Медиа Лайф. Мы вещаем из студии информационного агентства Прима Медиа. 5 июля в Владивостоке открылась уникальная выставка Мамонт Юка. Открылась в новом здании Приморской картинной галереи по Светландской 38. И у нас сегодня в гостях Петр Боровков, председатель Приморского отделения Российского русского географического общества, общества изучения морского края, Светлана Руснак, заместитель директора по развитию Приморской государственной картинной галереи. Спасибо большое, что вы пришли в гости. Ну вот расскажите, как уникальная такая выставка Мамонт Юка попала все-таки в Владивосток, как она вот сейчас размещена в новом здании Приморской картинной галереи. Вот, Петр Федорович, вот расскажите. Да, выставка попала не случайно, потому что русское географическое общество, как вы знаете, последние годы после того, как председателем стал Сергей Кужакедович Шойгу, президентом общества, а председателем Попеческого совета Владимир Владимирович Путин, очень много внимания уделяет в живой природе, обитателем современной тайги и обитателем тайги прошлых эпох. И поэтому то, что делает республика Сахай-Якутия по сохранению находок мамонтовой фауны, они создали даже музей мамонта, для того, чтобы пропагандировать идею сохранения нынешней природы путем восстановления исторических таких природных эпох, они занимаются разными направлениями. Одна из них, вот эта выставка передвижная, эта выставка уже посетила Тайвань, Корею, Японию, она будет на следующий год планируется в Европе, в Италии. И вот получилось так, что Владимир Владимирович оказался на пути между Азией и Востоком, и вот первый город, и это еще связано с тем, что нашему русскому географическому обществу, Приморскому отделению в этом году исполнилось 130 лет, довольно серьезная дата. Якутскому отделению, кстати, в прошлом году 100 лет, они немножко помоложе нас. И было принято решение начать путешествие Мамонта-Юйки по России, вот с Владивостока. Эта выставка открыта в новом здании, очень удачное, кстати, здание, я думаю, сейчас как раз о нем расскажут. А сейчас мы хотели бы сказать, что, во-первых, мы продолжаем те традиции общения и совместных исследований с якутскими учеными, которые у нас сложились за последние 20 лет. Кроме того, я, например, трижды был председателем государственной комиссии, Якутскому государственному университету на отделение географии, вот после этого у нас совместная работа, совместные публикации. И одним из самых интересных моментов, с которыми связана эта выставка, это большая краеведческая работа. Дело в том, что русское географическое общество, помимо сохранения живой или другой фауны, занимается воспитанием молодежи, бережным отношением к природе. Ну, вы знаете наши отношения к Сурическому теорию, Дальневосточному Леопарду. Вот, эта тема очень хорошо развивается. И вот мы сейчас собираемся в рамках выставки Мамонт-Юка провести конкурс, творческий конкурс для школьников. Я думаю, что это очень будет одним из таким хорошим продолжением этой замечательной традиции. Про конкурс тогда вот сейчас плавно перейдем. Светлана, что за конкурс? Ну, я хотела бы сначала дополнить, что сама выставка, это такой проект, в котором принимает участие Академия наук Республики Саха, Якутия, вот Русское географическое общество, наше приморское отделение. Выставка проходит на базе Приморской государственной картинной галереи, но сам деятельное участие в ее приеме в Владивостоке оказал Департамент культуры Приморского края, потому что для нашей галереи предложение разместить эту выставку было несколько неожиданным. Выставка планировалась в Краеведческом музее, но когда понимание пришло, какие технические параметры у этой выставки, то есть уникальная совершенно витрина-холодильник, которая подарена России фондом Nature Network японским, это уникальная совершенно конструкция, у которой общий вес 4 тонны, то в общем-то во Владивостоке не так много оказалось выставочных площадок, которые готовы эту выставку принять. И новое здание, которое передано галереей под центр Эрмитаж Владивосток, мы провели анализ, увидели какие там основные перекрытия, и вот оказалось, что только это здание может принять вот эту витрину-холодильник и юг в ней. Интересная деталь, что вес витрины 4 тонны, у нас мамонтенок юка, но вот вес взрослого мамонта тоже 4 тонны, можно сказать, что вместе с витриной у нас там мамонт стоит настоящий, такой же мощный. И, конечно, это уникальная коллекция, и нам было важно, чтобы в знакомстве с этими палеонтологическими экспонатами у Владивостокцев воображение гуляло. И нам показалось, что для детей, для школьников, это хороший повод вообще пофантазировать, что такое мамонты, если бы они были живы. Вот любители дальневосточной прозы наверняка помнят совершенно замечательный рассказ Михаила Щербакова, это наша дальневосточная периодика, это наше, так сказать, русское зарубежье в Китае, называется он Джонни, где Михаил рассказывает о том, как якобы в Харбине в 20-е годы состоялась встреча с человеком, который там на севере сумел оживить мамонта, и как он с этим мамонтенком путешествовал и так далее. Многие, кто читали, говорят, это могло быть правда или не могло. Действительно он мог повторить опыты Бехтерева по медленному размораживанию и так далее. Но вот, мне кажется, пример таких рассказов, рассказов, это про то, как вообще тема мамонта может, знаете, возвращаться в наше сознание, когда это не просто, ну, знаете, вот такое наблюдение остатков там, изучившего существа, а когда мы начинаем воображать, понимать, что это. И был затеян конкурс, который проводит сейчас Департамент образования и науки, Департамент культуры, ну и, конечно, Русское географическое общество, Приморское отделение, картинные галереи к этому причастны. Конкурс «Мамонтенок юка во Владивостоке». Это конкурс рисунка, декоративного творчества, сочинение или сцена эту тему. Мы предлагаем всем, кто посетил нашу выставку и захотел бы вот как-то продолжить вообще жить с этой темой, в общем-то, ее воплотить вот в какой-то творческий продукт. То есть разработаны заявки, и конкурс этот проходит до 20 августа. Потом состоится заседание жюри, Оргкомитет примет решение, там замечательные совершенно премии, подарки всем участникам. И на закрытии выставки 29 августа в здании будущего центра «Эрмитаржа во Владивосток», где сейчас проходит выставка на Светландской 38-40, как все победители, они все будут приглашены и получат вот эти ценные подарки и призы. А нам бы хотелось, чтобы благодаря вот этому творчеству, собственно, горожане и гости Владивостока попридумывали прямо такие ситуации. Что такое юка во Владивостоке? Что оно в море купается, гуляет по улицам города, вообще удивляет кого-то чем-то, цветы она собирает. Что она делает? То есть нам бы хотелось, чтобы от, знаете, таких буквальных вещей, восприятия чего-либо, когда мы увидели мамонта, рисуем мамонта, да, мы, ну вот, и вдруг родится какая-то очень интересная сцена, эту тему, и вдруг фантастические сюжеты родятся с мамонтенком юка. Сейчас, когда мы читаем книгу отзывов, а вообще Владивостокцы совершенно замечательные, они добры, они открыты, отзывчивы, мы видим, что люди пишут по поводу выставки, там очень много благодарных слов, и там очень много таких, знаете, деталей, это юка, снег, допустим, японские туристы пишут, меня тоже зовут юка, я так счастлива, что я в Владивостоке встретилась с юкой, да, и так далее. Да, и вот это, знаете, это такая очень хорошая, добрая волна, потому что за этой юкой уже стоит, ну, можно сказать, народная дипломатия, да, то есть это, знаете, такое настоящее сближение, и вот понимать, что эта юка еще на родине не была, в Якутии ее ждут, но она еще там не была. Она прибывает во Владивосток, потом отправится на фестиваль регионов в Москву, и только потом приедет на родину, но собрав вокруг себя вот эту, знаете, очень добрую-добрую такую энергию, благодарность со всего мира, можно сказать, а дальше уже в Европу. Здесь проявляется особая роль Владивостока, и, наверное, те бонусы, которые имеют жители города, вот так вот вдруг, по пути, да, принять такую эксклюзивную выставку мирового класса. Нам очень приятно, что... появилось именно такого какого-то большого конкурса, такого творческого. Я думаю, что это положит такую добрую традицию, вот возродить все-таки такие городские, большие конкурсы среди школ, среди учебных заведений. Ну, знаете, конкурс, на самом деле, он прям краевой, то есть летний лагеря к нам сейчас приезжает, и они там внутри у себя будут проводить свой конкурс, и только три работы победителя в лагере, они передаются администратору проекта, вот именно там, в выставочном зале. Но я бы хотела, знаете, что отметить? Тут важна не сама состязательность, а вот само то сотворчество, которое рождается в пространстве. Потому что нам бы очень хотелось, чтобы сюжет жил дальше, чтобы люди, как бы, чтобы вот память о том, что было придумано историей на эту тему, они как-то дальше в нашем культурном пространстве проявлялись. А вообще, вот по-вашему, не странен ли момент, что, по сути, Центр Эрмитаж в Владивосток начинает жить с выставки мамонта якутского? Такой диссонанс. Нет, знаете, это как бы не совсем так. После того, как вот эта идея и предложение государственному эрмитажу, прозвучавшее на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, и озвученное губернатором Приморского края Владимир Владимировичем Миклушевским, после того, как эта идея была поддержана министерством, и состояли заседания рабочих групп, выездные во Владивостоке, и была передана уже часть здания в картины галереи, администрации галереи было принято решение впервые вывести этот центр в культурное пространство Владивостока в рамках международной акции «Ночь музею». То есть на самом деле это здание открыло свои двери, и там звучала музыка, там были представлены мультимедийные инсталляции группе Хрона «Дети Афродиту». То есть первый экспонат там, это уникальный совершенно Афродита из коллекции нашей галереи, которая в современном мультимедийном искусстве, она жила там своей жизнью. Там стояли мультимедийные инсталляции, знакомящие виртуально с Эрмитажем, путешествия по Эрмитажу, и опять же виртуально с нашей коллекции, полученной в 30-е годы из фондов Эрмитажа. То есть в коллекции картины галереи 28 произведений, которые в 30-е годы поступили из Эрмитажа. Мы показывали, что общий девиз, который для Эрмитажа существовал в «Ночь музеев», коллекции объединяет. То есть мы с Эрмитажем не просто сейчас начинаем дружить на новом уровне, и он приходит во Владивосток как культурное посольство, но мы уже связаны коллекциями еще с 30-х годов, и владивостокцам это было доступно. Просто сейчас хорошее время осознать эти связи, отнестись к ним, потому что в постоянной экспозиции, которую мы открыли 27-го, июня, представлены эти работы. То есть сейчас вот эта встреча с шедеврами западноевропейского русского искусства, она Владивостокцам уже доступна, а дальше это будет сотрудничество на более высоком, ну, по следующему уровню. Потом следующая выставка, которая у нас была, это фотокласс Рольфа Гобица, картинная галерея, представляли фото-выставку, посвященную музейной коммуникации в «Ночь музеев». То есть это фотографии очень талантливых ребят, которые занимаются у известнейшего английского фотографа, приглашенного профессора ДВФО Рольфа Гобица. И в рамках этой выставки, после ее открытия, у нас состоялась первая видеоконференция с государственным Эрмитажем, в которой приняли участие вице-губернатор Ирина Вальтина Скоробогатова, руководитель департамента культуры, вообще наши друзья, партнеры. Рольф Гобиц, в частности, задавал такой очень важный для него вопрос, что такое классический музей, современная фотография, почему Эрмитаж комплектует фотографию, вообще как относится к этому всему. Но в рамках этой видеоконференции состоялись какие-то очень хорошие договоренности. Во-первых, прояснилась ситуация с самим зданием, потому что по требованиям музейной безопасности, под Эрмитаж здание должно быть передано не частично, а полностью. И вот после видеоконференции вопрос этот был решен, на высшем уровне принято решение передать здание полностью. То есть вы, наверное, знаете, что раньше это был центр медицинских услуг, физиотерапевтические метавлечения в ТИИ. Так вот, этот центр занимал фактически три строения. То есть это бывший дом Даттона, бывшая контора компании Кузнецова, Бример там и компания, и промежуточная вставка, которая в советский период появилась. Так вот, историческая часть, именно дом Даттона, передается галереей целиком. Как только окончательно имущественные отношения будут в правовом поле урегулированы, то есть галерея примет в собственность, в управление, скажем так, оперативное это здание, до конца года состоится тендер на проведение реставрационных работ в этом здании. Тоже очень важно, в бюджете, в краевом на это предусмотрены средства, и поэтому нам очень важно сейчас выдержать все, так сказать, сроки. И в сентябре планируется вторая такая видеоконференция с Эрмитажем, потому что пространство, знаете, такое счастливое, оно не случайно в Владивостоке появилось, к этому причастны прекрасные архитекторы, это и Юн Кендель, да, одна школа, и Петербургская школа архитектуры Владимир Анатольевич Пламсон. И, в общем-то, мы, как сказал Александр Дарлуда, когда обсуждали вот то, что происходит в Владивостоке, мы говорим, боже мой, это лучшее, что могло случиться с этим зданием в нашем городе, это большое счастье вообще для всех, если это дальше так и будет развиваться. Вот, получается, прошла ночь в музее, потом прошла видеоконференция, там проходили уже целый ряд коммуникативных программ, допустим, расширенное заседание инициативной группы по созданию Владивостока памятника дальневосточным китобоям, там проходил юбилейный вечер литературно-музыкальный, посвященный ко дню рождения приуроченной Александра Сергеевича Пушкина. И вот, в общем-то, мы рассматриваем вот эту выставку «Мамонт-Юг» или «Мамонтенок-Юг» как, ну знаете, еще один акцент в музейном деле, который мы, конечно, переводим в плоскость творчества художественного, который позволяет эти залы увидеть в их… Ну знаете, вот когда мы говорим о роли Владивостока как культурного центра, Центра международного сотрудничества, вообще, что это такое? Вот эти залы, когда они наполнены, содержательны, когда это интересная площадка, горожанам удобно сюда вот прям затекать. Ведь выставка работает в уникальном режиме с 11 до 8, без выходных, да, что очень удобно. Почему вот такой режим сложился? Мы сначала думали, что понедельник нужно сделать выходным днем. Людям неудобно, да, то есть вот в понедельник буквально стучатся туристы, говорят, ну как же так, почему мы не можем? Мы приехали из Уссурийска, мы приехали из Находки, мы завтра уедем. Им, конечно, двери открывались, и люди входили. Мы приняли это решение, хотя для организаторов это не очень может быть удобно. И это тоже очень хороший симптом. То есть культурные площадки, они должны быть доступны в время, когда это удобно людям. А место расположения прекрасное. И сейчас нарабатывается опыт, да, вот опыт вот таких проектов, которые делают центр города по-настоящему живым, содержательным, эмоциональным. Здесь у нас большое количество музеев сосредоточено, межмузейные маршруты. Мы в Ночь музеев водили экскурсии при поддержке студентов ДВФУ, которые учатся на кафедре гостеприимства, туризма. Они такое волонтерское бюро «Сталкер» экскурсионное. Они водили экскурсии от здания картины галереи на Улюцкой 12, бывшее здание Русско-Азиатского банка, через площадь к зданию бывшего дома Даттона, да. И маршрут вроде бы коротенький, но вы знаете, это полноценная экскурсия, потому что вы все понимаете, как связаны особняк Бриннера, кто такие вообще Бриннеры, Русско-Азиатский банк, кто такой Масленников, управляющий этого банка, это история Владивостокской биржи. Вы выходите на площадь, вы оглянулись, вы увидели здание холодильника, здание водонапорной башни, увидели вот эту вертикальную панораму, изумительную совершенно, да. Здесь у вас просматривается театр «Золотой рок», у вас пошел дальше Лангелития, пошел торговый дом «Кунстальберс». То есть маленький отрезок, но за счет того, что это историческое, культурное ядро города, полноценный сюжет на 40 минут. И люди с такой благодарностью, вот спасибо большое, что это возможно. Потому что, к сожалению, очень часто культура, архитектура воспринимается так дистанцирано, отстраненно. А когда ты понимаешь, вот ты идешь, и тут, вот тут ходил Штукинберг. Капитанов, дальневосточный, первый вообще маринист здесь на Дальнем Востоке, первым писал «Побережье». И ходил он в гости к Брину, ходил на чашку кофе, как он писал, «Прекрасная женщина, лучший кофе в городе». И заходил в русско-азиатский банк «Маслик». Вот понять, что все эти культурные герои, вот они вот здесь, они буквально на расстоянии вытянутой руки, ну через слои времени. И вот когда ты понимаешь, что ты идешь здесь же, и ты вот так смотришь его глазами, ты понимаешь, какое счастье, что в городе сохранена эта историко-культурная среда, и ты начинаешь ее понимать, распознавать, замечать, только когда ты вот в сюжете, да, вот в теме. То есть экскурсия тебе ставит эту опцию, а дальше ты уже этим глазом, условно говоря, кого угодно проведешь этими тропами, маршрутами и так далее. В музее там Арсеньево экскурсионное бюро родилось. Я думаю, вот это все к тому, что город раскрывается, да, он раскрывается, мы учимся удобно для людей, вот, как сказать, вот эти все сюжеты делать для них доступными, интересными, да, чтобы они все проще и проще входили. Потребность есть у людей вот в этом? Ну, вы знаете, Владивосток, ведь Ночь музея в Владивостоке, вот в Европе она проходила десятый раз, у нас вот галерея седьмой раз участвовала, в музее Арсеньево там, по-моему, девятый. Но важно, что мы видим, как интересно сценируется в это время город, да, это не какие-то массовые, очень громкие, шумные шоу, это когда как бы тихо, удивительно красиво, люди идут как на праздник, они идут с детьми, и вроде бы вот мы там понимаем до полуночи, но все плотно живет, как прекрасно работают все эти мэппинги, как прекрасно, да, то есть город к этому готов. У нас вот с точки зрения, у нас, знаете, у нас не просто люди, у нас сообщество и у нас публика. Вот когда есть публика, это всегда показатель культуры, то есть люди узнают друг друга, они понимают художников, они узнают фотографов, они понимают новое, так сказать, его творчество, в каком ряду его произведение стоит. Вот это очень приятно, такие люди есть. Они из разных слоев, они разных возрастов. Это вот к тому, что Владивосток, конечно, город по состоянию культуры замечательный. И нам главное сейчас, когда ядро города вот так растянуто до русского, вот это не растерять и концентрацию вот этой культуры, и, знаете, такое определенное отношение к среде, определенного узнавания вот этих, да, исторических каких-то нюансов, вычитывание топонимик городской, вот это все удержать. За счет работы с городским транспортом, за счет вытягивания культурных проектов в большое-большое пространство. Вот сейчас мы говорим про центр, буквально площадь, да, а дальше, конечно, задача превращать Назимова в содержательные точки, то есть развивать вот эту всю историю работы с русским, с наследием крепости, таким образом, чтобы у человека ехал, и для него тут не было пространства, для него тут были места, да, то есть пространство насыщено историями, историями людей, историями событий и так далее. У Владивостока все это есть. Задача вот этот ресурс, да, вывести, чтобы этим можно было дышать. От этого зависит качество жизни. Вот я думаю, все, что сейчас происходит с площадкой Эрмитаж на площадке Эрмитаж, это вот вклад вот в эту копилку, то есть это вот туда, это все на вырос, потому что мы ждем сейчас большую правительственную делегацию, там будет заместитель правительства, заместитель премьеры, то есть это тоже очень важно, потому что когда люди видят своими глазами что-то, когда они свое имеют отношение к тому, что происходит в Владивостоке, мы надеемся, это будет, это большая очень помощь в решении, так сказать, целого ряда проблем, потому что такой проект, как Центр Эрмитаж в Владивостоке требует, ну, приличных средств, да, мы понимаем, что и в проведении именно реставрации, да, а не чего-то другого, и в том, чтобы сама среда вокруг была достойной, и чтобы соответствовать всем требованиям безопасности музейной, то есть, понимаете, это новейшее оборудование технологическое, и чтобы, собственно, обустроить потом прием самих выставок эрмитажных, для этого требуется, в общем, поддержка и понимание, что делается в Владивостоке, прежде чем эти выставки к Бакбастеру начнут давать реальный совершенно вклад в бюджеты, да, когда это все станет таким широко доступным. Мы на этом пути. И вот, возвращаясь к нашим мамонтам, вопрос, вот мне задали вопрос недавно, что, ну, ну, а на что там смотреть? Ну, вот, ну, мамонт, да, там он стоит, там, наполовину, там, в волосах, на пол... Вот в чем уникальность выставки, чтобы, по сути, да, такая вот реклама выставки, с точки зрения ее уникальности, в чем ее уникальность? На что смотреть? Ну, не просто там, да, на мамонт, а вот на что смотреть? Ну, уникальность заключается в том, что многие годы последних десятилетий находили мамонта находили только части, находились части скелета, находили части кожных покровов, были только части, этот мамонт он enrollment был найден целиком, это первая такая самая главная уникальность, что это цельный мамонт, пусть он молодой в шесть или девять лет, это цельный мамонт – это уникальные животные. Это первая и самая главная уникальность! Кроме того уникальность заключается в том, что здесь представлены экспонаты, которые дополняют самый главный экспонат, это скелет взрослого мамонта, совершенно не слабый, не маленький большой скелет, огромный бивень мамонта, больше двух метров длиной, и прекрасная иллюстрация, которая говорит о том, как произошли мамонты, как они мигрировали по территории Северной Евразии, как закончилось их существование. И в целом это получается некий комплекс, природно-краеведческий, географический комплекс, который позволяет заполнить нишу в образовании, связанной с природой нашей страны. Тогда вопрос про молодежь, вы уже поднимали тему. Как все-таки объяснить молодежи, и какие нужно выстраивать с молодежью коммуникации, чтобы объяснять им, что вы живете в этом крае, и природу, и этот край нужно беречь. Потому что, на мой взгляд, все, что сейчас делается во многих, это такое менторство, такое поучительство, которое молодежь не совсем любит. Вот на какие нужно выходить позиции, и с каких позиций нужно разговаривать с молодежью, чтобы пошел фидбэк в общение, отдача? Можно я? Да, пожалуйста. Знаете, допустим, когда мы начали общаться с Рольфом Гоббицем, и я прочитала в интернете его интервью, и где он так резко высказывался по поводу некоторых привычек наших местных, Я вас спрашиваю, все-таки вот действительно такой диссонанс? Ну, поймите, вот если люди к среде, вокруг, к морю, к лесу, замечательно, относятся небрежно, это говорит о качестве людей. Вот когда мы говорим там что-то беречь, и что надо как-то там, ну, условно, воспитывать, и воспитывает ли эта выставка, вот мне кажется, задача-то очень глобальная, да? И вот смотрите, что делают музеи? Музеи превращают людей в публику, понимаете? Музеи, собственно, и делают человека горожанином, они формируют городское самосознание, да? Вот когда какие-то отдельные сюжеты, или оно про это будет, или это будет Семенов, или это будет Нодаров, или Невельской, да? Когда человек перестает к этому относиться как вне его существующего, он как-то лично свой путь к этому знанию, пониманию через проживание открывает, и вот у нас появляется коллективная память, вы понимаете? Я про это знаю, еще другой знает, еще и в этом плане, когда ты это имя слышишь, у тебя возникают эмоции определенные, да? Вот это же тонкая очень ткань, которая и есть горожанин, вот если всего этого нет, а дальше возникает, вот как мы относимся, вот смотрите, чтобы, ну, например, чтобы после себя не бросать на побережье там бумажки, что для этого надо? Для этого надо знать, по-моему, утенка юка, да не факт, надо просто уважать себя, уважать себя, уважать место, уважать город, людей рядом, которые придут после тебя, да? Что надо сделать, чтобы эта опция у человека возникла? Ну, как бы это общий уровень культуры и качества жизни, ну, то есть и в этом плане на это работают все, и вы на это работаете, и мы на это работаем, и вот, знаете, вот часто говорят про молодежь, вот что сделать для молодежи? Я бы вот не, как бы не зациклилась на этой группе, потому что речь-то идет, здоровое сообщество, это же межпоколенческие привязанности, понимаете? Если мы говорим молодежь, 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 важно-то как раз, что люди с постоянной различают рядом с собой кого-то, часто молодежь-то как раз что-то не знает и не до конца чувствует, да? И если рядом с ним другой, то вы это берете сразу, вот это важно, потому что, понимаете, ну, вот условно говоря, вот был, допустим, у нас здесь Валерий Валерьевич Плотников, его надо слышать, вот чтобы все понять про мамонта, почувствовать, да? Вот его надо слышать, потому что он так говорит про этот мозг, он так говорит про эту варежку в хоботе у мамонта, как он там свой этот хоботочек отогревал, когда он под снегом разгребал траву, у тебя сразу картинки все прям складываются, и ты понимаешь, ну, знаете, вот кто бы дальше не рассказывал, вот только Валерий Валерьевич может с таким вот-вот-вот, вот это все, что-то невозможно не полюбить, потому что когда вы говорите, что смотреть на выставке, там важно различать, вот есть, условно говоря, материальное знание и наука есть, которая рассказывает, а есть еще поле культурных смыслов. Вот в культурные смысл вас никакая наука не погрузит, понимаете? Вам надо, ну, это надо вот открываться этому, надо Щербакова подсчитать с его Джонни, да, мамонтенком, надо, ну, как бы вот себе воображение свое открыть, вот вкус к формированию, добыванию этих культурных смыслов, это и есть культура, вся городская среда, она, понимаете, она располагает к этому, и, конечно, такой вкус должен быть у людей творческих, у горожан, понимаете? Вот это очень важно, вот наша выставка, которая сейчас стоит, мы как бы стараемся по максимуму этим это обустроить, да, то есть там есть студенты-волонтеры, которые выступают консультантами, немного даже экскурсоводами по этой выставке, там есть вот конкурс этот проходит, да, но от горожанина требуется, конечно, ну, вот вы идете на выставку. Конечно, причем творческое соучастие, еще раз говорю, надо почитать, посмотреть, попридумывать про это, потому что показателем того, что все удается, всегда являются, знаете, такие проекты-спутники, которые вдруг случаются, вдруг в игровом формате где-то там мамонт куда-то забредает, или красный мамонт становится партнером выставки мамонтенок-юка, да, или так далее, то есть когда этот бренд, ну, вот он начинает жить своей жизнью, да, вот этого и хочется. Это и есть, собственно, вклад выставки в городскую культуру, вообще в культуру каждого горожанина, вот как еще можно там про мамонта что-то понять, да, потому что огромное количество из культурологических сюжетов, ну, я не знаю, как вот Петра Федоровича, меня, допустим, всегда удивляло, вот как могли, вот, допустим, там и венки считать, что останки мамонтов, это останки их предков, ну, как, вот неужели Костя так похожи, правда? И вот когда вы заходите на эту выставку, ну, вот я для себя нахожу ответ, конечно, похожи, ну, то есть вы вот, ну, почему вот эти места, где большое скопление было, бивни, они считались у коренных народов священными, да, это как вот, условно говоря, кладбище предков, то есть никогда эти бивни, то есть это потом уже пришло, и начинали из этих мест все там на торговлю, на продажу носить, а это же очень интересно, понимаете, вот такие вот вещи, они рассматривались фактически, ну, как сакральное пространство. Вот, если вы идете какие-то такие штучки для себя, прояснить, понять, услышать, может быть, впервые все эти сюжеты, вот эта выставка, она пространство для этого, потому что там, например, стоит череп мамонта, это экспедиция 1884 года Русское географическое общество, первая экспедиция, которая привезла, так сказать, вот этот череп, да, в ней участвовал Черский, который тоже связан с нашим обществом изучения мужского края, с нашими коллекциями, которые в Кровическом музее лежат, то есть все же не случайно возвращается, ну, как-то вот все, и, ну, вот, увидеть, это не то, что, знаете, прочитать, вот ты прочитал, ты можешь не догнать, ты увидел фотографию, можешь не догнать, а вот когда увидел, понял, что это вот это, вот так, это вот так сходится, это 19 век, первая экспедиция мощная в мире, да, которую привозит от череп мамонта, это становится фактом, вот, ну, вашим собственным. Вот вы съездили куда-то, впервые Рубенса увидели, 55 произведений, или вы съездили там итальянскую живопись, смотрели, это впечатление такого же порядка, потому что вы касаетесь подлинника, понимаете, это не отстраненно какая-то там вдруг с Фейсбука свалившая, в смысле, в интернете свалившаяся там справка из Википедии про что-то, а это ваше, ваше. И вот, собственно, потрудиться и взять это как свое, это вот труд каждого человека, независимо от того, какого человек возраста, какого, это вкус к таким вещам, потому что, если ты это делаешь, у тебя появляется вдохновение, у тебя родится свой проект на эту тему, фотограф, ты художник, ты, или ты эссеист, или ты еще там кто-то, ну, просто человек, который дальше будет уже с этим жить, это уже его часть становится. Ну, я думаю, ваш вопрос касался не только Мамонта и вообще экологического воспитания у нас в Приморском крае, поэтому я хотел обратить внимание на две вещи. Во-первых, действительно член Русского географического общества Владимир Ильич Тройнин много лет назад придумал День Тигра. Я еще раз об этом говорю, потому что сейчас уже много находится авторов, которые присваивают себе эту идею. И вот то, что сейчас превращается в праздник не только города, праздник края, в прошлом году нам с коллегами довелось побывать в Чугуевке, посмотреть День Тигра, это вообще зрелище, которое вызывает восхищение и позволяет говорить о том, что не только работу охраняйте Тигра, а вот то, что ребята сами вот этим занимаются, и там тоже и конкурсы, и творческие формы одежды, и одежда, и разрисованные лица, все это говорит о том, что вот они все проникают, все более проникают в этой проблемой, важной проблемой по сохранению Амурского Тигра. Это наша, это Владивостокская, это краевая идея, и мы ее реализуем. Я думаю, что она будет, не будет, а уже получает более широкое развитие. Ноксенс, конечно, но День Тигра провезли в Санкт-Петербурге, вы знаете, да? Да. Ну, это уже, так сказать, местные нюансы. Ну, это все понимаем. Понимаем, да. И вторая часть, связанная с Леопардом, буквально 4 года назад возникла акция «Посади лес для Леопарда». Мы с моими коллегами и со студентами принимали участие. Горжусь тем, что 400 саженцев за один день посадил лично. Вот это очень тоже важная составляющая, потому что школьники, младших, старших классов, студенты принимают участие. Они понимают, для чего они работают, что из этого будет. Конечно, случилась трагедия, четверть после первого посадки четверть выделила, но тем не менее, все это работа продолжается. И попутно волонтерское движение, вот создание национального парка «Земля леопарда». Это очень важная составляющая, потому что национальные парки, они в всем мире создавались, у нас всегда были только заповедники. И вот то, что национальный парк, который не только охраняет природа, как раз занимается просветительской, воспитательной работой, у нас теперь уже четвертый национальный парк. Это очень здорово. И такая замечательная работа, она как раз позволяет говорить о том, чтобы мы привлекаем ребят не просто так воздействуя на их эмоции, а вот привлекаем к конкретной непосредственной работе. И это тоже очень важная составляющая, которая совпадает с теми творческими идеями, которых выставила Светлана. А мне, знаете, вот чем выставка интересна, ну, как бы находит останки мамонта и находит. А вот то, что у этого, непосредственно у этого найденного экземпляра появилось имя, да, Юка, вот тоже вот говорит о вот этой тонкой ткани, да, что она, ну, вот знаете, как Дисней произвел когда-то революцию, когда у него герои заговорили, и вы уже сейчас после рататуи на мышонка смотрите, у вас это не какая-то мышь там, да, это прямо такой герой и так далее. И вот здесь нас интересовало, почему Юка? Я почему-то подумала, что это японцы придумали имя Юка, у них Юки-снег, думаю, какие японцы грамотные, как это все. А когда разговариваю с Владимиром Николаевичем Плотниковым, одним из организаторов, представителем фонда Нэйчин Этвелка, вот здесь у нас в России, он говорит, да нет, это же из тех, кто обнаружил эту находку, было сообщество Юка-гир. Юка, это Юка-ги, да, часть Юка, то есть это тоже очень важно. Смотрите, получается, это как будто вот культурное посольство своеобразное, да, вот. Там, значит, нашли этого мамонта. Он назван фактически по имени коренных жителей, да, Юка. И вот эта Юка, которая вот с тех времен, когда эти традиционные культуры, собственно, и это и был тот мир человека, в котором это все сосуществовало. И вот эта Юка с этим именем бьет. Япония принимает ее как свое. Вот что такое 7 миллионов, там, посетившие одну выставку мамонтов, 500 тысяч, которые посетили эту. Вы представляете, какая это, ну, нам бы хотелось перевести в маркетинговые компании, вообще, что должно произойти, чтобы город просто весь потоком. А что, и люди с восторгом просто ко всему этому относятся. Вы представляете, какую работу эта Юка проводит вот между прямо большущими городами, между странами. Одного из больших леопадов, которые сейчас их фотографируют, назвали Дурсу, да? Да, 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 да. Именные названия и продолжаются. Ну, хочется, чтобы они были такими же не случайными. Потому что мы даже видим по детским рисункам, там, милая Юка, да, то есть ребенок, вот, он фактически берет ее, не просто одушевляет, а он ее... Хотя, вот, знаете, на открытии было трогательное интервью, если вы помните, я не помню, какое телевидение, девочку спрашивают. Ну, тебе нравится, она говорит, мне ее жалко, почему? Ну, она умерла, и на нее смотрят. Я думаю, какой ребенок тонкий, вот он как-то это чувствует, да? Но вместе с тем, вот эта наша способность души, как бы, вот наделять другой значимостью, вот какой-то такой эмоциональной, это проявляется на этой выставке, и это очень хорошо. Фотограф, который у нас сходил, фотографировал, он говорил, что у него крутилась музыка из мультфильма про момента, про процессы, просто постоянно, говорит, в голове. А на этой выставке она тоже звучит, там звучит традиционная якутская музыка, там, в аранжировке, и звучит периодически, там, в определенном цикле, звучит... Ну, это, понимаете, это песенка такого плана, что сразу думаешь, а кто мама для мамонтенка во Владивостоке? То есть, кто это, кто эта мама должна? В завершении, вот что бы вы хотели сказать жителям города, края, для того, чтобы они задумались, может быть, и пришли посмотреть на мамонтенка и нику? Ну, обращение первое, посетите выставку, вы увидите много интересного и познавательного для себя, и вы очень много сделаете полезного для детей, потому что новое всегда, то, что они раньше не могли не видеть, не слышать, для каждого ребенка, это, в конечном счете, улучшение, пополнение его духовного мира. А возможность творческого участия — это расширение творческих возможностей, поэтому все на выставку «Юги». Ну, я вот того же желаю, то есть, уже 3000 человек посетили эту выставку, отзывы замечательные, хорошее пожелание. Я приглашаю всех в будущий центр «Эрмитаж Владивосток», и просто хочу, чтобы вы видели эту площадку вот в такой динамике, то есть, вот, после этого центр примет участие в международном кинофестивале «Меридиана Тихова», потом там будет своя выставка, посвященная истории этого здания и документов, которые связаны с этим зданием. Ну, и надеемся, что потом здание уйдет в ремонт, чтобы вернуться к нам обновленным, свежим и принимающим выставку «Эрмитаж». Спасибо большое. У нас в гостях будет Петр Барапов, председатель Приморского отделения Русского географического общества, общества изучения Амурского края, и Светлана Руснак, заместитель директора по развитию Приморской государственной картины галереи. Спасибо большое. Всего вам доброго. До конца августа. Да. До конца августа вы можете посетить выставку «Молонтера Юга». Ждем. Спасибо вам большое. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»